Друзья, дорогие, привет! Я хочу немножечко поделиться с вами новостями, как говорится, новости с полей, вообще, что тут в Испании происходит, о чем говорят, потому что я понимаю, что то, что транслируют у нас на телевидении, это лишь малая часть того, что вообще обсуждается здесь. Итак, как у нас дела? Погодка сегодня вообще классная, больше 20 градусов, 100% на солнце. Люди вообще, в общем-то, разделись до футболок. Так что весна-весна идет, здесь это очень здорово ощущается. Так что все хорошо. Что касается ситуации по коронавирусу, по предстоящему туристическому сезону, что говорят? Смотрите, ситуация продолжает оставаться сложной. Эксперты говорят, что сейчас третья волна, вот эта, которая началась, она более серьезная, чем была первая. Ежедневно, сейчас цифры говорю на конец января, ежедневно фиксируют порядка 40 тысяч заболевших. И где-то, ну, 500-600 человек ежедневно умирает. Это официальная статистика, которую транслируют по телевизору. Конечно, Испания усиленно сейчас занимается вакцинированием. Надо сказать, что Испания вообще занимает одно из первых мест среди стран Евросоюза, у кого уровень вакцинации достаточно высокий. Сейчас вакцинировано порядка миллиона человек. И планы правительства, это до конца года, чтобы 70% населения уже получило вакцину. Это, кстати, одно из условий возвращения туризма в прежнее русло. Но в чем, как говорится, засада? Да, сейчас вирус мутирует. И вы знаете, что есть новая разновидность. Вот это британский этот вирус, который более заразный. И так далее. И сейчас важно, чтобы та вакцина, которую делают, оказалась эффективной. Потому что если она не будет работать против этих новых разновидностей вируса, то будет большой откат назад. И придется практически все начинать сначала. Вот об этом сейчас переживают, за этим наблюдают. И пока все ждут. Пока позиция выжидательная. Но вот эксперты говорят, что она вряд ли даже до конца года вакцинирует такое количество людей, 70%. А если нет, то о нормальном туризме, о том, который был раньше, говорить не приходится. А тем более, если вакцина окажется сейчас неэффективной против каких-то разновидностей вируса, то вопрос этот, собственно, отложится. Представители туриндустрии очень просят, обращаются к правительству, чтобы уже выходили на европейский уровень и страны между собой на уровне Евросоюза что-то решали, договаривались о каких-то мерах, о каких-то, ну, о каком-то, я не знаю, порядке, как это все будет летом, на каких условиях, да, на каких условиях вообще работать в этом году. Скоро весна, и, соответственно, люди должны понимать, туристы, я имею в виду, да, что делать, бронировать туры, ехать, не ехать, будет туризм или не будет. Все помнят про вас, все очень вас ждут, все очень хотят, чтобы это все как можно скорее восстановилось. Официально то, что транслируется по телевидению, что очень-очень-очень сильно стараются, чтобы все к лету восстановить, уже как-то, уже людей можно было, ну, да, ждать в гости. Если не к лету, не в полном объеме, то хотя бы к осени. Вот, ну, опять же, на это есть экспертные другие мнения, кто говорит, что это маловероятно, что пока подождите, что слишком спешите, вот. В общем, вот так. Мое личное мнение, вот личное-личное, не экспертное. Мне кажется, что летом что-то изменится в лучшую сторону, то есть уже не будет тотального запрета. Возможно, будут какие-то введены правила и нормы. Будет гораздо сложнее въехать в страну, чем это было вообще до коронавируса. Скорее всего, разрешат въезд там с какими-нибудь справками, с какими-нибудь документами. Ну, что-то, что-то разрешат, что-то, мне кажется, приоткроют. Вот, осенью, осенью, по идее, все должно быть еще попроще. Ну, а следующее, через год, если все нормально, если без сюрпризов, то я думаю, что через год уж все точно восстановится. Поэтому этим летом, я думаю, что часть людей сможет уже приехать сюда. Уж не знаю, на каких условиях, но что-то будет. Такого тотального закрытия границ и вообще запретов на въезд. Мне кажется, это все снимут. Это мое, еще раз повторюсь, мнение, которое основано просто на моих человеческих ощущениях. Не более того. Вот так, друзья, вот такая история. Буду держать вас в курсе событий. Кто не подписался, еще подписывайтесь. Не знаю, чего вы ждете. Впереди вообще весна, лето, столько событий, столько вообще новостей. Подписывайтесь, будете узнавать о них первыми. Все, до связи. Я к вам скоро вернусь с новыми выпусками. Пока-пока. Скрестим пальцы, будем надеяться, что скоро-скоро все-все нормализуется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова